Нижний – это город талантов. Проект с таким названием стартовал в столице Приволжья. По этому случаю участник детского шоу «Голос» Антон Пандин собрал в Нижнем Новгороде своих друзей со всей страны. Они зажигают на сцене не по-детски, несмотря на свои юные года. Участники проекта «Нижний город талантов» доказывают, что если ты активен, то и в маленьком возрасте можно добиться больших творческих успехов. Призеры международных музыкальных проектов и лауреаты всероссийских конкурсов. В Нижнем Новгороде высадился настоящий звездный десант юных талантов со всей страны. Многие участники, такие как ведущие мероприятия, актриса и певица Алина Шамонаева, с радостью приехали в Нижний, несмотря на плотный график. Все равно ситуация пандемии, концертов много, но сюда я приехала с особенным чувством этой атмосферы. А финалистка детского Евровидения 2017 Милана Илюхина покорила нижегородскую публику выступлением в дуэте со своим необычным напарником Андрюшей. Юные таланты со всей России собрал в Нижнем Новгороде Антон Панзин. Участник шоу «Голос» и уже известный на всю страну певец. И по словам Антона, на нижегородской земле таких творчески одаренных ребят немало. Цель данного мероприятия показать то, что Нижний Новгород – это город талантов, то, что ребята перспективные могут быть не только в будущем, но уже и в наше время. Одной из таких музыкальных звезд, который зажигается все ярче, на нижегородском небосклоне является самая юная участница проекта – Аделия Загребина. В своем семилетнем возрасте Адель был в ряд многих всероссийских и международных конкурсов. Я не боюсь, я наслаждаюсь пением, мне очень нравится петь. Проект «Нижний город талантов» только стартовал. Его участникам предстоит еще немало концертов, в том числе сольных, в других городах страны. И не исключено, что уже в этом году кого-то из них мы увидим и на большой российской сцене. Продолжение следует...